Новости на восьмом. Значит в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. В студии работает Александр Масликов и вот что случилось в нашем городе к этому часу. Разбор полетов. В МЧС назвали основную причину гибели людей в бухте Лазурное и озвучили главные проблемы летнего отдыха в регионе. На сегодняшний день, к сожалению, погибло 12 человек. Необходимые неудобства. Улицу капитана Шефнера перекрыли до ноября для реконструкции. В период, когда работы будут вестись на участке от Севала до Сибирцева, до Пушкинской будет открыт проезд от Кольца до Светланской. Демо-версия «Формулы-1». Журналисты восьмого канала почувствовали драйв скорости и жар адреналина в гонках на картах. И тут мне Игорь говорит, едь. И я поехал. Также в выпуске. Во Владивостоке прошел краевой чемпионат по настольному теннису среди людей с ограниченными возможностями. Еще расскажем. Пандора Владивостока. Робототехники из Приморья участвуют в международных соревнованиях «Робосап» в США. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Главу уголовного розыска МВД Приморья арестовали по подозрению в злоупотреблениями и полномочиями. Его заключили под стражу на два месяца. Ходатайство представителей защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Фрунзельский районный суд Владивостока отклонил. По словам адвоката арестованного, защита намерена обжаловать решение о заключении Миляева под стражу. Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по материалам УФСБ России по Приморскому краю в отношении Миляева возбуждено уголовное дело. По официальной информации следкома, Миляев информировал своего знакомого частного предпринимателя, осуществляющего деятельность по вырубке леса на территории Приморского края, о запланированных проверках по выявлению правонарушений в данной сфере. В свою очередь предприниматель передал за период с 2018 по 2019 год Миляеву в качестве его доли дохода, полученного от переработки древесины, денежные средства в общей сумме более 5 миллионов рублей. Тем временем в соцсетях также активно обсуждают причастность Андрея Миляева к крышеванию лесного бизнеса в Дальнегорске с участием китайцев-нелегалов. На Дальнегорской площадке незаконно трудились китайские работники, бесположенных по закону документов. Обработанный лес в дальнейшем предприниматели вывозили за границу. Долю от этого лесного дальнегорского бизнеса в размере от 200 тысяч рублей лично передавали начальнику уголовного розыска Приморья. Дело Миляева расследует 6-е управление следкома России, входящего в состав главного следственного управления с дислокацией в Хабаровске. В МЧС России назвали основную причину гибели людей в минувшую субботу в бухте Лазурное. Кроме того, опасные течения в заливах Приморья, состояние детских лагерей отдыха, а также нарушения правил навигации стали темами, которые озвучил на пресс-конференции во Владивостоке главный государственный инспектор ГИМС Приморского края Леонид Маковецкий. Тему продолжит Евгений Черемухин. Купальный сезон в Приморье в этом году проходит с переменным успехом. Пасмурное и никак не начинающееся лето, конечно, тоже причина. Однако в минувшие выходные летний настрой отдыхающих гораздо больше омрачила трагедия в бухте Лазурное. Три человека утонули за полтора часа. Это случилось ближе к вечеру, как раз во время так называемого тягуна. Период времени, когда прибрежные течения из-за отлива усиливаются и могут утащить в море даже умелых пловцов. Этот случай привлек внимание Приморского МЧС. На пресс-конференции по поводу несчастного случая на Шаморе и не только высказался сотрудник ведомства Леонид Маковецкий. Начал он, как водится, с печальной статистикой по летнему сезону. На сегодняшний день, к сожалению, погибло 12 человек, в том числе 5 несовершеннолетних. Хотелось бы еще раз обратиться ко всем жителям, гостям. Это солнышко выглядывает, большая влажность, высокая температура. И, как показывают нам, нам потом поступают субмедэкспертизы. Сведения практически 90% – это алкогольное пенение. Не только о причинах утопления рассказали эксперты по спасению жизни. В ходе конференции одной из ключевых тем стала безопасность детского отдыха. Свою роль сыграли недавние события в Хабаровском крае, где сгорел палаточный городок Халдами, а также отравление детей в лагерях Приморья. Что касается палаточных городков, особенно связанных с детским отдыхом, здесь, что нашим министерствам, что министерствам других и ведомства, также прокуратуры, было принято решение по всей Российской Федерации. И на сегодняшний день ведется комплексные проверки именно всех детских оздоровительных лагерей. С прошлой недели на особом контроле Приморского МЧС 6 палаточных лагерей. Кроме того, администрация Приморья и лично глава региона пообещали, что на следующий год в бюджете Приморья для приморских муниципалитетов будут предусмотрены субсидии на строительство новых корпусов в детских оздоровительных лагерях. Еще одной проблемой этого лета, по словам инспектора ГИМС, стали гидроциклы. Они являются на сегодняшний день для нас, для Приморского края, основными нарушителями плавания на маломерных судах. Ну и естественно, они вызывают большое недовольство. К сожалению, это недовольство выявляется в том, что заходят на пляжи, покрасоваться. Тем не менее, при каких-либо волновой нагрузке на пляже очень тяжело заметить купающегося человека именно с гидроцикла, потому что он тоже на низкой посадке находится. Кроме гидроцикла, спикер упомянул еще ряд ключевых проблем, осложняющих отдых приморцам. В их числе недостаток спасателей, а также нерациональное отношение горожан к своим местам отдыха. По словам Леонида Маковецкого, это особенно актуально для Владивостока. Здесь часто любят купаться в тех местах, где это официально запрещено. В целом же край готов к пляжному сезону. Вчера буквально у нас в Уссурийске было совещание со всеми главами муниципальных образований. Там также эти все вопросы обсуждались, поднимались, принято на уровне субъекта. По озвученной спикером статистики, сегодня из 84 пляжей в Приморье пригодны к эксплуатации в рамках летнего сезона 65. Что касается детского отдыха, открыто всего 10 лагерей из 17. Речь идет, конечно, о тех, что находятся вблизи водоемов. Достаточно ли принятых МЧС мер для улучшения ситуации и безопасного отдыха, узнаем после закрытия сезона. Евгений Черемухин, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом. На Седанке сгорела двухэтажная хозяйственная постройка на территории монастыря. Проезжающие по низководному мосту на улице Маковского увидели густой столб дыма и полыхающую крышу в районе Седанки. Некоторые очевидцы делали предположение, что здесь горит один из коттеджей. Однако эта информация не подтвердилась. Утром 31 июля на территории Марфо-Мариинского женского монастыря загорелась двухэтажная хозяйственная постройка. Общая площадь возгорания составила 250 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. На тушении были задействованы 14 человек и 4 единицы техники. На улице Шефнера начался ремонт. Улицу перекрыли до ноября для реконструкции. Городская администрация пообещала, что частично возможность для проезда будет. Сейчас рабочие полностью срывают бетон и основания на участке от Всеволодосибирцева до Кольца Пушкинской. Здесь проехать на автомобиле нельзя. Кстати, на одной из самых крутых улиц Владивостока не только заменят дорожное полотно, но и трубопровод под ним. Подробности в следующем материале. Такого серьезного ремонта улица капитана Шефнера не видела более 10 лет. Запрещающие проезд знаки выставили 27 июля. А в начале недели подрядчик начал демонтаж дорожного покрытия. Экскаватором выворачивают куски бетона на нескольких участках. Между бетонными блоками со стороны Всеволодосибирцева и Пушкинской есть пространство, достаточное для проезда легкового автомобиля. Но дальше проехать нельзя. Дорога непростая, с большим уклоном, при этом является важной городской артерией, которая долго ждала капитального ремонта. Уверены, что подрядная организация уложится в сроки и выполнит все работы на самом высоком уровне. Участок будет перекрыт 3,5 месяца. Хотя находчивые автовладельцы придумывают способы пересечь ограждения. В управлении дорог и благоустройства уточнили, что дорога не будет перекрыта полностью на все время ремонта. Подрядчик будет открывать участки по мере их прохождения. В период, когда работы будут вестись на участке от Всеволодосибирцева до Пушкинской, будет открыт проезд от Кольца до Светландской. А во время ремонта нижней части Шефтнера откроется проезд со Всеволодосибирцева до Пушкинской. Ремонт продлится до 8 ноября. Здесь полностью снимут дорожное покрытие и бетонное основание. Проложат новую ливневку и сделают дорогу из асфальта бетона. Стоимость капитального ремонта – 48 миллионов рублей. Напомним, последний раз ямочный ремонт здесь сделали в сентябре 2018 года. Дмитрий Беломеснов, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. К слову, закрытую на ремонт улицу Шефтнера в ближайшие месяцы придется объезжать по другим дорогам. В том числе по улице Володарского. Проезжая часть на Володарского была частично отремонтирована в 2017 году. Городская администрация тогда обновила асфальт и сделала ливневки открытого типа. Однако уложенное покрытие долго не продержалось. Уже сейчас проезд в ямах, которые с каждыми осадками становятся все больше. Остальные объезды по Тунгусской или Буссе или Манджурской еще хуже. Как шутят в сети интернет-пользователи Владивостока, ближайший объезд без ям и колдобин только по территории Японии. Впереди у жителей Владивостока вновь несколько недель без горячей воды. Летне-осенние гидравлические испытания начнутся в Приморской столице 5 августа. Они пройдут поэтапно в разных районах города и продлятся до 16 сентября. В ходе гидравлических испытаний энергетики смогут оценить качество ремонтных работ, проведенных на трубопроводах в летний период, а также в случае выявления мест прорывов и течей устранить неисправности. Итак, с 5 по 12 августа без горячей воды останутся жители Фрунзенского и части Ленинского и Первореченского районов. С 12 по 19 августа жители Первомайского района, а также Советского и части Первореченского районов. С 9 по 16 сентября от горячего водоснабжения будут отключены жители части Первореченского и Ленинского районов. Проверка Фадеевской теплотрассы станет заключительным этапом гидравлических испытаний. Энергетики просят жители города с пониманием отнестись к отключениям. Эта мера вынужденная, но необходимая. Иначе невозможно подготовить теплосети к предстоящему отопительному сезону. 1 августа на крупнейших железнодорожных вокзалах России состоится всероссийский танцевальный флешмоб. Он пройдет в 12 городах страны и проведут его студенческие отряды проводников. Акция приурочена к празднованию Дня железнодорожника, который отмечается ежегодно в первое воскресенье августа. Танцевальный флешмоб объединит 12 железнодорожных вокзалов России, в том числе и во Владивостоке. Бойцы студенческих отрядов проводников выступят перед пассажирами с танцевальным номером, а затем исполняют песни под гитару. Практика по привлечению студентов к работе в поездах дальнего следования с каждым годом набирает популярность среди учащейся молодежи. Этим летом проводниками стали более 9 тысяч студентов из 54 регионов России. Во Владивосток зашел восьмой в этом году лайнер. Бриллиантовую принцессу встретили в порту Владивостока в среду. Ранним утром на видовой площадке морского вокзала состоялась традиционная церемония приветствия гостей с участием творческих коллективов. В течение дня более трех тысяч пассажиров знакомились с достопримечательностями города, историческим центром, музеями и православными храмами, набережной аркой Цесаревича, видовой площадкой и общались с жителями приморской столицы. Этот визит Diamond Princess юбилейный. Судно зашло в Приморье в десятый раз за последние несколько лет. Для туристов и жителей Владивостока возобновила свою работу и выставка на мольбертах Приморской государственной картинной галереи. Отметим, круизный сезон 2019 открылся в Приморье в феврале. Всего в этом году край посетят 16 пассажирских лайнеров, в том числе гиганты, еще неизвестные приморцам. А бриллиантовая принцесса в среду вечером покидает Приморские воды и далее следует в Ааморе. Новый генеральный консул США во Владивостоке Луис Кришак официально вступит в должность. Напомним, предыдущий генконсул США во Владивостоке Майкл Кейс, хорошо известный горожанам, завершил работу 5 июля. Он занимал эту должность три года, максимально возможный срок. Будучи генконсулом, Кейс выдержал весь Великий пост, а также окунался в Крещенскую купель в Амурском заливе. А вот новый генконсул, ярый болельщик хоккея. Для дальневосточников он записал специальное видеообращение. Здравствуйте, меня зовут Луис Кришак, и я с нетерпением жду приезда и начала своей службы в качестве генерального консула США во Владивостоке. Это будет мое первое знакомство с Дальним Востоком России, но далеко не первая встреча с вашей страной. В 90-е годы я жил в Екатеринбурге и в Москве и работал по программам обмена. Из этого личного опыта я уверен, что прямые связи между гражданами наших стран, студентами, артистами и бизнесменами, позволяют нам лучше понимать друг друга. Я сделаю все возможное, чтобы расширять и углублять эти связи. Наше консульство находится в Владивостоке, но мы представляем Соединенные Штаты на всем Дальнем Востоке, и я буду рад путешествовать по региону и познакомиться с вами. И, кстати, мы обязательно будем встречаться на трибунах Адмирала Владивостока. Я Ярий Болейщик Хоккея и нашей местной команды Washington Capitals. Вы меня узнаете, потому что я буду в свитере Александра Вечкина. До скорых встреч на Дальнем Востоке! Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, после которой... Пандора Владивостока. Робототехники с Приморьем участвуют в международных соревнованиях RoboSup в США. Демо-версия «Формулы-1». Журналисты «Восьмого канала» почувствовали драйв скорости и жар адреналина в гонках на картах. Робототехники с Приморьем участвуют в международных соревнованиях RoboSup в США. Демо-версия «Формулы-1». Журналисты «Восьмого канала» почувствовали драйв скорости и жар адреналина в гонках на картах. Робототехники из Приморья участвуют в международных соревнованиях RoboSup в США. Сильнейшие студенческие команды со всего мира будут бороться за победу в городе Сан-Диего до 4 августа. Команда ДВФУ совместно с Институтом проблем морских технологий ДВОРАН представит подводного робота. Конкуренцию россиянам составят сборные ведущих технических вузов. Бразилии, Египта, Индии, Канады, Китая, Норвегии, Польши, Сингапура, США, Турции и Японии. В этом году робототехники из Владивостока представят автономный необитаемый подводный аппарат «Пандора». Робот умеет выполнять различные функции под водой, распознавать отдельные предметы при помощи глаз-видеокамер, перевозить грузы, поднимать и сбрасывать их в определенном месте. Напомним, ранее совместная команда ДВФУ и ДВОРАН одержала победу на открытом чемпионате Азии по подводной робототехнике в марте. Подводная робототехника – одно из приоритетных направлений Дальневосточного федерального университета. В этой области вуз обладает международным авторитетом, который подтверждает успешные выступления студентов и аспирантов на престижных соревнованиях. Картинг приобретает все большую популярность и как развлечение, и как вид спорта. Во многих городах появляются картодромы, где можно получить дозу адреналина, улучшить свои навыки возждения, снять стресс и просто весело провести время. Наверное, поэтому все больше людей задаются вопросом о картинге. Что это такое? В рамках проекта «Попробуй на себе» команда Восьмого канала впервые прокатилась на карте. Картинг – вид спорта, который в благодарность выдает море адреналина, ни с чем не сравнимые эмоции, почти физическое ощущение близости асфальта, скорость и стремление быть первым. Картинг – это гонки на картах. Это такие малолитражные гоночные автомобили с маленькими колесами, состоящие из рамы, сидения и двигателя. У них отсутствует кузов, упругая подвеска и дифференциал. Картинг считается одним из самых массовых видов автомобильного спорта. Мы зашли в карт-центр, где меня ждал инструктор Игорь, который провел инструктаж. Первое – это шлема. Одеваем и снимаем только здесь, в помещении. На трассе без шлема находиться запрещено. Кататься вы будете по конфигурации малого круга в течение 10 минут. Поведение адекватное руками, ногами не машем, жесты друг друга никак не показываем. По газону, по зону вылета не катаемся. Тормозим еще на прямом положении руля до поворота. Будете тормозить в повороте, уже на повернутом руле. Вас будут заносить и разворачивать, как ручником на машине. Тормоза у карты только на задней оси. Вопросы? Нет вопросов. Все предельно ясно и понятно. После инструктажа Игорь выдал мне необходимую экипировку. Затем мы вышли в пит-лейн и там уже мне показали тот карт, на котором я буду гонять. Правая педаль – это газ, левая педаль – это тормоз. Пятку опираемся в нижнюю часть педали, носком даем в верхнюю. И тут мне Игорь говорит, едь, и я поехал. У меня был противник, соперник. Кстати, его тоже звали Дмитрий, но в отличие от меня, он уже имел огромный опыт в управлении картами. И тут началось самое интересное. Мы просто начали гонять. На самом деле, мне очень безумно все это понравилось. Я никогда прежде не держал руль в руках, поэтому всем советую картинг. Если будет возможность, обязательно приходите и погоняйте. Полный выпуск проекта «Попробуй на себе картинг» смотрите в нашем эфире и на нашем YouTube-канале. Инвалиды Приморья померялись силами в пинг-понге. Во Владивостоке прошел краевой чемпионат по настольному теннису среди людей с ограниченными возможностями. Этот лояльный вид спорта позволил привлечь на состязание участников с самыми различными заболеваниями. Подробности у Максима Яковлева. Подобные соревнования по настольному теннису можно увидеть всего два раза в год. Одни проходят в рамках спартакиады инвалидов, другие являются официальным краевым чемпионатом. Именно на нем и оказалась наша съемочная группа. В кампусе ДОФУ за ракетку взялись около 20 спортсменов. И все это люди с ограниченными возможностями. Девиз наш – правила одни для всех. Это строго по правилам Федерации настольного тенниса России. Им это приятно. Что-то они не знают. Мы им с удовольствием подсказываем. Такие добрые и дружественные соревнования проходили в нескольких категориях. Борьбу за награды вели колясочники, люди с поражением опорно-двигательного аппарата и юниоры. Настольный теннис в принципе один из самых лояльных и доступных видов спорта. Евгений, например, попал на этот чемпионат практически случайно. Приехал сюда из Хабаровского края изначально к нейрохирургу. А потом решил заодно заглянуть на соревнования. Ой, в детстве играл. Так вот уже сколько? Ну, не знаю, может лет 30, наверное, точно не брал ракетку. Ну, взял ракетку, вроде бы как получается. Реакция есть, все вроде бы как нормально. Так что уже подумаю, как бы начать играть, заниматься в теннис. В этом году Приморский край даже заявлял свою команду на Всероссийский чемпионат. Там при большой конкуренции, к сожалению, в призы попасть не удалось. Однако опыт теннисисты получили колоссальный. К тому же профилактический эффект в этом виде спорта важнее всяких наград. Настольный теннис, я считаю, очень полезен, потому что развивает координацию движений. И невозможно просто сидеть и занять какое-то место. Нужно постоянно двигаться, делать различные выпады, тянуться вперед. Я считаю, что для физподготовки настольный теннис – такой уникальный вид спорта. Впереди приморское общество инвалидов ждет насыщенное полугодие. Спортсмены успеют проверить свои навыки и силу воли в соревнованиях по различным видам спорта, вроде регби на колясках, танцев, плавания и других. Максим Яковлев, Евгений Черемухин. Новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Главу уголовного розыска ОМВД Приморья арестовали по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Его заключили под стражу на два месяца. Разбор полетов в МЧС назвали основную причину гибели людей в бухте Лазурное и озвучили главные проблемы летнего отдыха в регионе. Необходимые неудобства. Улицу Шефнера перекрыли до ноября для реконструкции. Должностные перемены. Новый генеральный консул США во Владивостоке Луис Кришек официально приступил к работе. Пандора Владивостока. Робототехники из Приморья участвуют в международных соревнованиях RoboSup США. Демо-версия «Формулы-1». Журналисты восьмого канала почувствовали драйв скорости и жар адреналина в гонках на картах. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы восьмого канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. Восьмой канал. Главное – Владивосток. Пока команда робототехников из Приморья борется за победу в международных соревнованиях среди автономных аппаратов RoboSup 2019, американские инженеры создают боевых роботов. Как отмечают эксперты, если сценарию фильма «Терминатор» о восстании машин и суждено когда-нибудь воплотиться в жизнь, то отправную точку подобного исхода следует искать в компании Boston Dynamics. Фишка компании – небольшие по размеру робопсы. Их физические возможности можно оценить по видеоролику, в котором упряжка из нескольких особей сдвигает с места целый грузовик. На роботов, которых, кстати, многие воспринимают как живые существа, смотрим вместе и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. А я прощаюсь с вами. Хорошего настроения и увидимся в эфире. С вами был Александр Масликов. До встречи на восьмом. С вами был Александр Масликов.